Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Допоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А сегодня у меня в гостях начальник управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мерзонов. Здравствуйте, Владислав Александрович! Здравствуйте! Тема у нас очень острая сегодня будет, которая волнует, наверное, каждого жителя и нашего района, и нашей области. Это, конечно, предэпидемическое состояние, я имею в виду, грипп и ОРВИ. В целом по стране врачи говорят, что эпидемия уже началась. Сегодня буквально вот уже во второй половине дня в Москве объявили эпидемию гриппа и ОРВИ и даже вводят карантин на предприятиях. В то же время сегодня же министр здравоохранения Московской области Нина Владимировна Суслонова сказал, что у нас в регионе эпидемии нет. Тем не менее, все-таки в нескольких регионах, а точнее там 28, превышен эпидемический порог, соответственно, по этим двум заболеваниям. Вот, соответственно, возникает вопрос. Мы можем говорить сейчас о том, что эпидемия начинается, по крайней мере, у нас в районе? Ну, безусловно, уже права министра Нина Владимировна Суслонова, потому что классически считается эпидемия, когда порог заболеваемости превышен в три раза. Можно говорить о начале развития эпидемической ситуации. Это когда превышение порога идет в нескольких территориях. Вот, например, как и в Щелковском районе, порог заболеваемости превышен на 51%. Что уже вызывает и опасения, и огромное спасибо вам, что пригласили меня, и есть возможность обратиться к жителям города и района, довести ситуацию по гриппу, мерах профилактики, лечения. И, конечно же, очень важно, наверное, своевременно подготовить и население к тому, как оберегать себя, как оберегать детей, как оберегать пожилых людей. Ну, вообще, очень много говорят сейчас о том, что вернулся в нашу страну так называемый свиной грипп, да, или вирус А, или, как вы еще называете, H1N1, который был еще в 2009 году. Ну, насколько опасно именно это заболевание, и как часто оно встречается, по сравнению, скажем, с обычным гриппом? Да, Сергей Михайлович, вы абсолютно правы, что сейчас превалирует и в основном заболевание происходит именно от гриппа А, H1N1. Мы ожидали развития сезонного гриппа, но то, что он вернулся к нам именно с виной грипп, и вызывает тяжелое течение, заболевание, вызывает столь интенсивное количество заболевших, и, естественно, вызывает настороженность и опасения медицинских работников. И, ну, наверное, всех людей, которые так или иначе вовлечены в мероприятия по борьбе с заболеваемостью, по профилактике. Он чем так опасен? Он опасен, да, безусловно, тем, что этот вирус гриппа вызывает острое течение с тяжелой интоксикацией, он вызывает быстрое развитие. Причем, особенность вируса такая, что он поражает легкие, легко оседая на слизистой легочной ткани, вызывает, как уже осложнение, вирусную пневмонию, которая протекает очень тяжело, и, как правило, она носит двухсторонний характер, разлитой характер. И, безусловно, очень важно, во-первых, если уже заболел, то раннее и правильное начало лечения, но самое главное, это важна профилактика, и важно, чтобы уберечь себя, близких своих детей от заболевания. Ну, а какие вот самые первые симптомы, да, ну, может быть, даже сейчас не будем говорить об этом свином гриппе, да, поговорим просто обычный грипп, как вы говорите, сезонный. Почему именно вот грипп объединяет еще и с ОРВИ, соответственно, ну, это обычная простуда, да, как мы называем, ОРЗ раньше называлась, а теперь вот их объединяет. Но, тем не менее, конечно, ОРВИ значительно больше заболевших, чем гриппом. Да, ну, ОРВИ, это, знаете, что это острая респираторная вирусная инфекция. ОРЗ, в принципе, это старое название, острое респираторное заболевание, но действительно, что в названии ОРВИ четкое указание, что это вирусная инфекция. И вирус там не обязательно гриппа, это вирус, который, ну, мы сталкиваемся и ротовирус, и норовирус, и различные вирусы, которые поражают человека и вызывают ту или иную форму протекания заболеваний, течения болезни. Где-то с проявлениями энтеритов, энтероколитов, то есть где-то с проявлениями легочных заболеваний, где-то катаральных явлений, ларингита и так далее. То есть форма проявления у каждого вируса своя. Вирус гриппа, безусловно, все знают, как проявляется. Это обязательно светобоязнь, да, это высокая температура, это обязательно интоксикация, то есть ломота, боли в суставах, тошнота, иногда и понос, и, безусловно, выраженная слабость. То есть явление на первом месте интоксикации. И еще раз говорю, что вот особенность именно этого гриппа двухволновое течение, что сначала она проявляется как вирусная инфекция, грипп первые два дня, и потом уже вроде бы идет как бы улучшение, если нет должного и правильного лечения, а вторая волна – это присоединение уже осложнений. Как быстро осложнение наступает? Я бы хотел немножко остановиться все-таки еще пока на неосложненной форме. Вот проявление и особенность вируса гриппа H1N1 коварны тем, что вот именно это течение первые два дня проходит достаточно легко. То есть температура может быть и субфибрильной, то есть не очень высокий. Ну как, в абсолютном, 37,5, 38. Ну да, то есть 37,5, 37,8, ну не бывает такой вот очень высокой температуры, которая сразу вызывает опасение, настороженность, тревогу. И считает, то есть люди считают, что, наверное, справятся сами. Кстати, это, в общем-то, здорово мешает в правильном лечении, введении больных и вызывает осложнение то, что отказываются от госпитализации. Медицинские работники, которые осматривают пациента, предлагают, ну, заболевшего, простите, предлагают госпитализацию и лечение, мы сталкиваемся иногда с отказами, что нет, справлюсь сам. И действительно, в течение вот этого сезонного гриппа очень часто вот эти вот, начало течения такое. Ну а потом, к сожалению, это развивает молниеносную форму осложнений, то есть второй волны. И, к сожалению, мы сталкиваемся с очень тяжелым течением, то есть с тяжелыми пневмониями, которых сейчас очень-очень много. И это не только у нас в Щелковском районе, это в целом и в Московской области, и в Москве, ну и всех территорий, о которых вы говорили. Отсюда, безусловно, тревога медицинских работников, тревога Министерства здравоохранения о такой агрессивной форме течения болезни, о его тяжелых осложнениях. Ну вот симптомы проявились, да, о которых вы уже сказали. Что делать, как лечиться? Ну, конечно, помимо того, что вызывать врача. Прежде всего, это настороженность на возможность развития осложнений и настороженность, что это именно та форма гриппа, о которой мы сейчас говорим. То есть самый тяжелый или свиной? Да, да, самый тяжелый или свиной. И настороженность, безусловно, я еще раз повторюсь, пользуясь случаем и обращаясь ко всем, что могут развиться осложнения, те, о которых я говорил. Поэтому обязательно раннее начало противовирусного лечения, противовирусной терапии. Это, прежде всего, препараты такие, как орбидол, томифлю, гриппферон, ингаверин. Ну, в общем-то, любой, наверное, противовирусный препарат подойдет. Ватерлинзе очень хороший препарат. Я назвал вот эти препараты, на которые стоит обратить внимание. Раннее начало противовирусной терапии – это основа основ успешной борьбы с данной формой гриппа. Если уже идет дальнейшее развитие и присоединяется осложнение, то… Это вы говорите о домашних условиях? Или это уже человек должен быть специализирован? Нет, я просто говорю пока о лечении, не акцентируя внимание, где находится человек. Вот, если уже идет какое-то осложнение, то присоединяются уже антибиотики по мере необходимости. Но вы правильно сделали акцент о том, что эта форма гриппа не терпит халатного отношения. И здесь вот, почему я еще раз акцентирую внимание на… делаю акцент на настороженности. Лучше, во-первых, не заниматься самолечением, а вызвать врача. И если прилагается госпитализация, то от нее не отказываться. Потому что все-таки под наблюдением медицинских работников, находясь в стационаре, очень… вернее, так скажем, намного больше шансов быстрее победить это заболевание. То, что мы говорим о легком течении вируса, и когда есть возможность справиться дома. Во-первых, хорошая защита – это вакцинация, которая проходила. В эту вакцинацию именно входила профилактика гриппа H1N1. Да, и если заболевает и легкая форма, то противовирусное лечение дома – это дезинтоксикация, безусловно, обильное питье, это витаминотерапия, это проветривание помещений, и самое главное – ограничение контакта с окружающим, чтобы не заразить домашних, близких, постараться как можно меньше контактировать с людьми, которые находятся в доме. Если температура не проходит два дня, то лучше сделать повторный вызов, чтобы пришел медицинский работник, осмотрел, послушал, и при любом подозрении на легочную патологию была бы произведена реализация. Ну, а то, что лечение в стационаре проводим, медицинские наши работники, они все предупреждены. Министерством здравоохранения разослан алгоритм лечения всех форм заболевания – легкой, средней, тяжелой степени тяжести. Препараты все необходимые в больницах есть. И надо сказать спасибо администрации, руководителю администрации, Валу Алексея Васильевича, который на прошлой неделе проводил совещание со всеми главными врачами о готовности к эпидемии, выделил денежные средства на приобретение противовирусных препаратов и на кислородные концентраторы, которые пойдут у нас в те отделения, туда, где поступают пациенты с гриппом, с ОРВИ, с пневмониями. Это вот сейчас вы говорите о стационарах, да, то есть о больницах. А для массовых заболевших, так скажем, аптеки нашего района, насколько обеспечены лекарства? Хотя бы вот этими, теми самыми необходимыми, о которых вы упомянули? Противовирусные препараты в аптеках есть, мы постоянно мониторируем. Более того, в Министерстве здравоохранения на совещании поднимался вопрос об обеспеченности аптечной сети, и наша государственная аптечная сеть доложила Мособл Медсервис о том, что запасы необходимых противовирусных препаратов есть, идут и продолжаются поступления на склады, делается еще больший запас готовности к эпидемии. И препараты томифлю, и энгаверина, гриферона, всех необходимых препаратов. Александр Александрович, мы сегодня с нашим оператором прошли по аптекам, потому что, ну, понятно, что жители, не могу сказать, что паникуют, но, конечно, озабочены и в соцсетях об этом разговор идет, и так просто. И правильно делают, и правильно делают. На улице, да. И, конечно, вот просто решили выяснить, какова ситуация в наших, ну, только в городских аптеках, из Щелкова мы не выезжали, правда. Прошли по разным местам. Не все нам говорили, какова ситуация, но там, где согласились ответить, в принципе, сказали, что ситуация нормальная, и спрос, конечно, увеличился, но вроде с ценами все в порядке. Вот я предлагаю сейчас посмотреть сюжет из трех аптек, и потом это можно как-то, наверное, будет прокомментировать. Давайте посмотрим. У нас поставок, с поставками проблем нет, все препараты поступают вовремя. Все, что можем, с поставщиков забираем максимально, коробками. Цены мы тоже стараемся держать на уровне, цены мы не завышаем ни в коем случае, потому что это запрещено законодательством. Вот. И единственное, что возможно, только на импортные препараты, может быть, чуть-чуть выросли, но это колебания курса доллара. И мы, к сожалению, от этого не застрахованы. И спрашивают все. И амексин, и кагоцелл, и ингавирин, и ациллококцин. Ну, в общем, летит весь противовирусный ассортимент. Аксалинку вот сегодня получили, уже торгуем. Горячие пирожки разлетаются. Противогриппозные медикаменты у нас поступают каждый день, ежедневно. В принципе, проблемы нет. Если что-то нет у нас на складе, мы можем заказать. Также индивидуальный заказ делаем на каждого человека, который поступает в течение двое суток. Цены, ну, я бы не сказала, что именно противогриппозные они поднялись. После Нового года поднялось на все, на определенный процент. Все именно. Но жизневажные в основном не поднялись. Как осталось, так и осталось. Противогриппозных препаратов у нас, в принципе, достаточное количество. В ассортиментном положении некоторые препараты пропадают, но мы продаем их, естественно, а потом мы их подвозим. То есть на складах, в принципе, препараты есть. Цены остались практически такие же, какие и были. В связи с эпидемией цены не повышаются. Основная масса препаратов противогриппозных, они жизненно важны, но на них цены и так не повысят. Спрос очень большой на гриппозные, на профилактику гриппа. Конечно, покупателей много приходит. Ну и рекомендуем пользоваться такими средствами, как маски, обработка рук, ну как вот санэпидстанция рекомендует. Ну вот такие мнения практически единодушно все сказали, что всего хватает. Ну а у меня вопрос такой. Вот насколько доступны, я имею в виду, не то, что есть они или нет в наличии, а доступны, я имею в виду, по ценам для жителей эффективные лекарственные средства. Вообще вот и то, о чем вы говорили, и, соответственно, какие-то еще. Да, вы правы. Потому что противовирусные препараты, они рекомендуемы в разной ценовой политике. Наиболее дешевый это Норбидол, самый дорогой из эффективных, это Тамифлю препарат. Но поэтому и рекомендуем, что для профилактики лучше все-таки использовать препараты, которые дешевле. И при заболевании, вот уже рекомендуем, и запас сделан в больницах, и администрация именно закупила дорогой препарат, вот этот Тамифлю. Это уже для лечения заболевания. То есть когда уже состоялось заболевание, уже идет для профилактики осложнений, назначают препарат, о котором я уже сказал. Ну, а профилактику можно ввести вот всеми перечисленными, что мы сейчас услышали. Такой вопрос. Сейчас очень много у нас коммерческих лечебных учреждений или заведений, даже уж не знаю, как сказать. Вы рекомендуете обращаться в эти клиники или все-таки лучше идти в государственные, муниципальные организации? Ну, понимаете, все зависит от врачей, которые там работают, от уровня квалификации. Я не могу оговаривать коллег, но отвечая за нашу государственную сеть здравоохранения, я все-таки рекомендую обращаться в поликлинические отделения по месту жительства, потому что это прежде всего динамическое наблюдение, это участковый принцип, и это взаимодействие с государственными учреждениями стационарного типа. Безусловно, да, сейчас и очереди, и перегруз за счет приближения к эпидемии и роста заболеваемости, безусловно. Но, опять-таки, я прошу и понять, что это связано с одномоментным заболеванием большого количества людей. Мы прикладываем все силы, во-первых, перестраиваем работу поликлиник, мы больший акцент делаем прежде всего на вызовах на дом, потому что это установка, чтобы ограничить количество людей, которые контактируют между собой, лучше вызывать. И сейчас работает так называемая неотложная медицинская помощь. Я не говорю про скорую, а в поликлиниках большее количество людей работает на вызов на дом. Ну, то есть неотложка, она тоже по домам? Да, мы привлекаем все силы и средства. Вот я знаю, сегодня разговаривал с главным врачом первой больницы, которая даже узких специалистов сажает на прием первичный, и участковых терапевтов направляет на посещение больных на дому. И то, что взаимодействие, возвращаясь к вашему вопросу, все-таки между государственными структурами, как амбулаторно-поликлиническими, так и стационарами, намного проще для пациентов тоже, чтобы не потерять пациента, чтобы не запустить заболевание. Я еще раз говорю, не хочу оговаривать коллег, которые... В коммерческих структурах? Ну, порекомендовал бы все-таки идти по уже проверенной и, так скажем, сформированной линии введения. Ну, а может так вот случиться, я уж не знаю, насколько добросовестные врачи бывают. Человек обратился, чувствует недомогание, может быть, не знаю, температуры нет еще такой высокой, о которой мы говорили. Ну, а врач сказал так, порекомендовал, ну, попейте протестамол, все пройдет. Может такое быть вообще? И если есть, то что делать в таких случаях? Менять врача? Не случайно я сказал, что должна быть настороженность. Во-первых, это недопустимо, конечно, со стороны медицинских работников. Но то, о чем вы говорите, никто не застрахован, это человеческий фактор, может быть. Поэтому со стороны пациента я все-таки, пользуясь случаем, обращаюсь прежде всего к жителям Щелковой района. Давайте сбережем себя, в том числе и сами. Настороженность должна быть. Это не паника, это не испуг, это забота о себе, забота о окружающих. Лучше предотвратить заболевание, лучше вылечить на ранних этапах, чем бороться с осложнением. Безусловно, это поможет и медицинским работникам, которые у нас борются с тяжелыми формами внимания, тратя все силы и средства. Поэтому, если вдруг от такого недобросовестного медицинского работника получили вот такую, не то что неквалифицированную, а фактически отговорку, прошу обратить внимание на свое самочувствие, на ухудшение состояния, на проявление или усиление симптомов, о которых я говорил. Это интоксикация, это ухудшение самочувствия, это не колебание температуры, опять-таки двухволновое развитие заболевания и течение заболевания. О том, что особенность этого заболевания может быть начало с невысокой температуры. Все настороженность в том, что все-таки этот грипп опасен, H1N1. И бдительность должна быть как со стороны медицинских работников, так и, безусловно, со стороны граждан. То есть это как раз та самая ситуация, о которой говорят, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Да. Перестраховка, это здесь именно хорошее показательство. В данном случае это необходимо. Вот при этой форме гриппа необходимо. Я понимаю, что, конечно же, тяжело, безусловно, и медицинским работникам, которые работают сейчас с перегрузкой, и они тоже люди, и тоже могут заболеть. Но мы, еще раз повторюсь, принимаем все силы и средства, привлекаем сотрудников, мы привлекаем интернов с институтов, чтобы у нас был кадровый запас. Я понимаю, что мы тоже так же можем нести потери в заболевших, хотя профилактика, безусловно, на первом месте среди медицинских работников. Но медицинские работники такие же люди. И все-таки, несмотря на это, прежде всего, особенно для детишек, это вызов врача надо. Это перестраховка, потому что у детей развивается заболевание и протекает гораздо сильнее, чем у взрослых. И последствия хуже. И быстрее, да, и последствия другие. Поэтому вы абсолютно правы. Лучше перебдеть, чем потом нам всем и локти кусать, и страдать, и принимать неимоверные усилия по спасению жизни. Ну вот о лечении гриппа мы уже поговорили. Ну понятно, что не так уж много людей, кто сейчас заболел. Значительно более важное место занимает, конечно, профилактика гриппа. И мы поговорим о профилактике и гриппа, и других заболеваний вирусных уже во второй части программы нашей. А сейчас уйдем буквально на несколько минут на перерыв. Оставайтесь на Щелковском. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Звоните к нам в студию. 496-567-1440 и 567-1450. И задавайте свои вопросы по очень важной сегодня и актуальной теме. В гостях у меня сегодня, напомню, начальник управления координации деятельности медицинского и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мерзонов. Говорим мы сегодня о заболеваемости гриппом в нашем районе. Владислав Александрович, о том, как лечиться, мы поговорили в первой части нашей программы. Ну, понятно, что заболевших у нас все-таки не так много по сравнению с тем населением, которое здоровое и которое продолжает работать, учиться, ну, или просто уже, говорится, на заслуженном отдыхе пребывать. Но, тем не менее, никто не застрахован от того, что можно заболеть. Поэтому, конечно, главное – это профилактика. Мы вскользь касались немножко в первой половине программы, но, тем не менее, давайте подробно поговорим, что такое профилактика, сколько ее нужно вести. Ну, говорят, что, да, вакцинация, вы упомянули, вакцинация, вакцинация, но, тем не менее, по-моему, что если эпидемия уже началась, да, если вспышка, не будем говорить об эпидемии, вспышка заболеваемости, то вакцинироваться уже поздно. Так ли это? Да. Профилактика, я напомню, это комплекс мероприятий, направленных на незаболевание, прежде всего, на избежание контакта, то есть заражение вирусом и развитие болезни. И профилактика, она, во-первых, состоит из нескольких, я еще раз говорю, комплекс мероприятий и, безусловно, должна быть разносторонней. То есть профилактические меры могут быть индивидуального характера, могут быть системной, могут быть общей комбинированной. Что необходимо соблюдать, чтобы избежать заболевания и оградить своих близких? Ну, это прежде всего, как я уже говорил, ограничение контакта. Избегать посещения массовых мероприятий. Избегать посещения мест с большим скоплением людей. При посещении детских садов, школ, ну, во-первых, если есть какие-то проявления начала заболевания у вашего ребенка, то имейте сознательность и постарайтесь все-таки не везти ребенка в школу, в детский сад, то есть ограничить его посещение. Или же, если вы видите, что туда ребенка такого привели, то, безусловно, нужно и предупредить воспитателя группы, или классного руководителя о том, что есть контакт, и приступить уже к медикаментозной профилактике, то, о чем я говорил. Ношение масок является профилактикой индивидуальной. Мытье рук. И знаете, что это воздушно-капельный путь передачи инфекции. И, безусловно, то, что в мультфильмах, может быть, в фильмах показывают чихнул, заразили все. И брызг так развлекается. Это действительно так. Вы знаете, нам тут говорили о том, что самый дешевый метод сейчас профилактики на Западе – это то, что детей учат чихать в локоть. Чтобы на руки не летели те же брызги, чтобы они не брались за ручки, чтобы не было инфицирования предметов, которым могли бы коснуться большое количество людей. Но ведь через ту же ручку тоже можно заразиться, да? Поэтому профилактические мероприятия, которые системные, вот о чем я говорю, это, во-первых, источники питья различные, если это общественная организация. Также ношение масок, бахил. Это обертывание ручек дезинфицирующими средствами. Ну вот, опять-таки, ультрафиолетовые лампы, проветривание помещений. И самое главное о том, что ограничение проведения массовых мероприятий. Там я говорил об ограничении посещения, а если мы говорим про учреждения, то это ограничение проведения. Это вот уже системная профилактика, как вы говорите. То есть вот в медицинских учреждениях мы приостановили сейчас диспансеризацию, вакцинацию, профилактические осмотры, ввели карантин в стационарах для посещения больных. Посещение пока разрешено только тяжелым больным. И только при том, что будет соблюдение личной гигиены, то есть ношение масок, халатов. Ну имеется в виду больные не инфекционные, а вообще, да, кто находится в больницах. Да, просто вот к тяжелым сейчас только оставили право посещения. А так везде вводим карантинные мероприятия. Также карантинные мероприятия вводятся в школьных и дошкольных учреждениях, там, где процент заболеваемости в группах достиг 20%. То вводится локальное ограничение, ну локальный карантин, то есть на класс, на группу. Если процесс распространяется, то безусловно тогда карантин вводится на все учреждения. Ну 20% это, допустим, в классе, да, в школьном классе 20 человек, да? То есть если заболели 5 человек, то уже... То уже все. То уже все. Да, то уже все. Вводится карантин. Также мне хотелось бы сказать о профилактике, что это все-таки защита об организме. И то, что сейчас зима, и витамины надо принимать, защищаться. И еще раз говорю, что все-таки медикаментозная профилактика должна иметь место быть. Какие препараты вы рекомендуете именно для профилактики, не для лечения? Ну я уже и сказал, что это орбидол, что это ингаверин, гриппферон, кокоцелл. Ну вот то, что... Ну а знаменитая масяк солиновая? Безусловно, аксолиновая мазь, безусловно. Ну и если уже заболевание есть, то это препарат томифлю. Мне бы вот еще хотелось сказать о том, что вирус гриппа этот вызывает тяжелое течение у людей с ожирением, у людей с сопутствующими заболеваниями, особенно с сахарным диабетом, и у беременных. Поэтому настороженность у медицинских работников наших медицинских учреждений как раз, прежде всего, относится вот к мною перечисленной группе. И в данном случае, наверное, у людей, которые склонны к излишнему весу, имеют сопутствующие заболевания, безусловно, на ранней стадии все-таки включать медикаментозную профилактику. И именно медикаментозную профилактику. Ну понятно, что худеть никто сейчас быстро не бросится, да? Нет, нет, мы и говорим о приемных препаратах. На себя обратили внимание больше. Да, да. И настороженность вот у них, это прежде всего. Ну и еще хотелось бы обратить вот к мамам, что лучше детей все-таки выдержать дома. Если дома никто не болеет, то проветривание помещений, да. И то, что вот говорят, что мороз убивает вирус гриппа и гулять, ну, во-первых, перехолождение не способствует, вот когда были сильные морозы, не способствует, как бы, так скажем, защите ребенка. Все равно дети бегают, потеют, дышат, поэтому лучше все-таки побыть дома. И вот этот грипп, он развивается очень хорошо в мороз, он не убивается. Даже при минус 20 с лишним, как у нас было недавно. Да, 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 вот эта особенность этого, да, гриппа такая, что вот он хуже, кстати, развивается во влажном климате. Вот у него сухой климат, это для него очень благоприятная среда. И еще раз я для всех довожу, что данная форма гриппа, она активно распространяется и в мороз в том числе. Ну, и с учетом того, что будет оттепель, опять-таки, да, еще раз все-таки ограничить посещение и детьми улиц, массовых мероприятий. Потому что в данном случае, когда немножко тепло, мы и одеваемся полегче, и меньше думаем о защите своего тела и организма. Ну, я вот продолжение темы хочу успокоить наших мам, да, и вообще родителей, именно связанных с детьми, с заболеваемостью детьми. Буквально я сегодня справлялся в нашем комитете по образованию, все-таки, насколько распространен карантин сейчас у нас в районе. И мне сказали, что, в общем-то, достаточно, очень мало, по сравнению, скажем, с другими муниципальными образованиями даже нашей области, всего в шести школах в 12 классах введен карантин. То есть, и то, вот как мы говорили, что там, значит, не так много заболевших, потому что порог всего 20% составляет. Это первое. Ну, и вообще, по статистике тоже хочу сказать, опубликованные данные, где превышен эпидемический порог, опять же, в Московской области, Челковский наш район находится примерно посередине, а заболеваемость среди детей, вообще разных возрастных групп, до 15 лет включительно, у нас значительно ниже, чем в других районах, которые тоже превысили немного порог. Сергей Михайлович, вот тут на руку сыграл то, что развитие заболеваемости, начало развития и распространения этого гриппа пришлось на каникулы, и контакт детей был ограничен. Сейчас мы, в принципе, не находимся в пике эпид сезона. У нас пик заболеваемости ожидается еще в течение двух недель, прежде чем будет спад. Поэтому все-таки ограничение контакта, все-таки изолирование, раннее изолирование детей с подозрениями на начало заболевания, или же профилактические мероприятия, как только увидели там мама или родственники, что в группе есть с подозрением заболевшей, вот этот комплекс защиты, этот комплекс мероприятий, он поможет удержаться на том уровне, на котором мы сейчас. Потому что, вот сами вы отметили, изолирование групп от общего контакта помогло пока удержаться на этой стадии. Ведь среди взрослых людей, которые все-таки контактировали больше, у них развитие заболеваний намного больше, чем у детей. Что и подтверждает правоту моих слов. Хотя, с другой стороны, казалось бы, у взрослых организм все-таки, наверное, покрепче. Да, и вы знаете, что развитие эпидемии, это же прежде всего контакт с детьми. То есть, когда начинают болеть дети, вспышка идет, и распространяется все среди взрослых намного больше, потому что мы контактируем с детьми так или иначе, ну а потом взрослые уже контактируют между собой. Ну, вообще, я не знаю, по собственному опыту знаю, что уж если в семье кто-то заболел, чем-то потом заболевают другие. Один уже выздоровел, ну тут уже никуда не деться, потому что, конечно, сложно изолировать в одной квартире, в одной комнате. Тем более, что ухаживаешь, лечишь, допустим, помогаешь. Еще раз акцентирую внимание всех на ранней противовирусной и защите, и лечении, чтобы уж если и заболеть, то в легкой форме. Ну, вот вы сказали ограничить контакты, ну я уже ко взрослым прихожу, да, с детьми, вроде мы уже все решили. Взрослым, ну как вот избежать массового скопления? Ну, понятно, не ходить на массовые мероприятия, которые тоже уже могут ограничить, но, тем не менее, на работу ездить приходится, и в общественном транспорте, и сами знаете, какая ситуация в час пик у нас, когда вот так вот, как селедки в бочке. Не стесняйтесь носить маски. Чаще мойте руки. Старайтесь не протирать слизистую, ни глаз, ни губ, руками. То есть руками, да? Да, вот, носите с собой платочки, салфетки, протирайте, то есть то, где может быть контакт с вирусом, воздушно-капельный путь. Не обязательно, что на вас чихнули, мы о чем говорили. Коснулся, поздоровался, поднял, взял, и уже контакт с вирусом. Ну да, мы же непроизвольно это делаем, да? Глаз зачесался, да, естественно, рукой, а то есть нужно себя как-то ограничивать, да, и лезть за платком. Да-да-да, вы правы. Настороженность. Ну, а вот такой вопрос, все-таки маски действительно помогают, потому что где-то вот разные мнения, в том числе и в интервью у врачей, говорят, что маска только помогает, значит, тем, кто уже заболел, опять же, не им помогает, а помогает окружающим, что микроб, значит, через маску не выходит. А если человек здоров, то вроде как маска его и не спасает от, если рядом заболевший. Ну, я тоже слышал и сталкивался с разными мнениями, и считается, что маска является более-менее защищающей только когда она двойная. Вот так, скажем, что маски наиболее эффективны, это ватно-марлевая повязка по гражданской обороне, вы, наверное, помните, как нас учили, да? Ну да, конечно. Которая предохраняет еще и это трогающих вещей. Или же, помните, была такая двойная четырехслойная маска, да еще с пропиткой. А вот то, что у нас в аптеках продают? Ну, а то, что эти маски продают, все-таки носить их надо. Во-первых, если заболеваешь сам, то не так сильно распространяется. Ну, а во-вторых, это все-таки, если находишься на каком-то удалении, то все равно это, ну, своеобразная защита. Потому что если, допустим, чихнули непосредственно, то слизистый у нас, на глаза маску не наденешь, в противочумном костюме ходить не будешь, то там контакт, безусловно, будет. Но все-таки ношение маски – это тоже защита. И потом, вот посещая, допустим, больных, почему вот и врачи носят маски, ношение, это прежде всего не только маска спасает, это и правильное поведение с больным человеком, и обработка рук, обработка одежды. То есть ношение маски – это тот комплекс мероприятий, который соблюдает. Это не панацея, и то, что ношение маски не совсем правильное. Это как уже дополнение. Это дополнение, да. Это один из элементов защиты. Мы сегодня тоже вышли на улицу, не только в аптеки заходили, да, как раз, как лечить грипп, хватает ли лекарств. А еще и спросили наших жителей о том, предохраняются ли от гриппа, занимаются ли профилактикой. Ну и если предохраняются, то как? Давайте послушаем, что нам сегодня ответили. Ну, не знаю, считаю, что иммунитет сильный. Да. А как именно? Пью таблетки. Какие? А я точно не помню. Дорогие они, 500 рублей. Да нет, особенно не предохраняюсь. Больше гулять надо. Я люблю чеснок, я люблю лук. У меня ягода замороженная. Пока никак не предохраняемся, вообще задумываемся уже в самом деле. Да, еще можно, ну, маски носить, даже не знаю, таблетками пользоваться специальными от гриппа. Да, мы тоже лекарствами запасаемся. Едим побольше фруктов, лук и здесь раскладываем чеснок, ну и все. Естественно, предохраняемся это маски, которых, к сожалению, уже в аптеке нет. Это дефицит. Вот, ну а так, народными средствами лук, чеснок. Нет, у меня очень сильный иммунитет. Спасибо. Ну, вот такие мнения, в общем-то, похожие, наверное. Могу сказать, что как раз молодое поколение знает, что надо маски носить. Ну, очень приятно, что вот всех, кого мы послушали, в принципе, говорят правильные абсолютно вещи. Во-первых, заметьте, как правило, людей черствых и незаинтересованных нет. Люди все-таки настроены себя оберегать. И абсолютно верно говорят, и чеснок, безусловно, и лук, они помогают. Эти средства, которые... Вот эти народные средства, как вы говорите. Народные средства, конечно же, они эффективны. Конечно же, прием, безусловно, нужен. Вот, знаете, если говорить о приеме чеснока, даже детям можно... Вот не случайно, опять-таки, возвращаясь к нашему детству, или когда давали чеснок с учетом того, что детский желудок раним, вот, и... Ну да, он слизистый разъедает, все это чеснок. Да, и, конечно, это взрослый может чеснок съесть, да и не все любят. Но помните, может быть, мазали корочки чесноком. На хлеб, да, и солью. Конечно, потому что именно вот сами эфирные масла чеснока, это и является средствой. Это, безусловно, то же самое и от лука. Вот, и то, что раскладывает лук, чеснок... Это тоже помогает, да? Да, конечно. Вот, и тоже как мера профилактики. Можно даже положить не просто чеснок, а, знаете, вот раздавить чеснок. Ну да, чтобы испарение. Да, чтобы испарение. И почаще менять, просто тоже как мера профилактики. И то, что вот замороженные ягоды, варить морсы, то есть вот витаминизация организма натуральными продуктами, это тоже под спорь. Это тоже формирование поддержки, формирование иммунитета, поддержка защитных сил организма. Ну а вот, если возвращаться к этому сюжету, да, мужчина сказал, что я пью таблетки, какие не помню, но очень дорогие, 500 рублей. Это такие вот и тоже есть, да? Да, есть и дороже. Есть препарат вот эмифлюон, еще дороже стоит, который мы уже используем и рекомендуем к лечению. И то, что вот ряд препаратов, которые используются профилактически, ну вот тот же самый тамифлюеж, так и остановлюсь на этом дорогом препарате, но его в целях профилактики можно пить по одной капсуле 6 недель, он не вызывает побочных эффектов. Но все-таки в любом случае при приеме препарата лучше с лечащим врачом или с участковым врачом проконсультироваться. Хотя, покупая даже препарат, можно его в аннотации спросить и в аптеке, вам дадут рекомендации о безопасном сроке профилактического приема препарата. Владислав Александрович, у нас осталось буквально 3,5 минуты. Еще хотел бы спросить о итогах года. Вот мы с вами встречались примерно 4 месяца назад, говорили о том, как идет реформа здравоохранения в нашем районе, которую, напомню, нашим зрителям началась с начала прошлого года. Вот сейчас год завершился, какие-то есть основные свершения? Нужно вкратиться. Ну, об итогах года, я думаю, что мы встретимся еще, когда подведем итоги года в целом. И я, безусловно, доложу достаточно так подробно обо всем. Ну, а в целом можно сказать следующее. То, что поднятие полномочий, которое было в 2015 году, значит, оно свершилось. И мы не допустили ни сбоя работы медицинских учреждений, ни ухудшения работы медицинских учреждений. Задуманная нами оптимизация медицинской сети и тот анализ, который проведен, он начал воплощаться в жизнь. То есть те предложения, которые мы представили в Министерстве здравоохранения, они сейчас уже находятся на согласовании в Министерстве экономики. То есть вы понимаете же, что это целое системное изменение. Мы получили одобрение и у депутатов, и у глав, то есть и у общественной палаты на наши мероприятия, прежде чем они были предложены в Министерстве, и сейчас в Министерстве экономики. Мы сами готовимся уже к этим мероприятиям. Наш медицинский округ, ну, все, наверное, знают, что входит 6 районов, и первыми начаты мероприятия по оптимизации в городе Королево. Вот они сейчас фактически завершились. То есть понадобился нам весь год, чтобы провести эти, и закончить оптимизацию по объединению. Но вот сейчас уже юридические моменты подходят к концу. То есть в середине февраля там будет объединение в одну больницу крупную. И мы видим, делаем это именно последовательно и не спеша, чтобы не допустить ни сбоя, ни ухудшения. Я еще раз говорю, что ни один врач не сократился, не сократились ни койки, и никак это не сказывается на ухудшении оказания медицинской помощи населению. Наоборот, мы делаем оптимизацию, будем проводить только для того, чтобы упростить доступ пациентов в медицинское учреждение, чтобы улучшить и кадровое обеспечение, и возможность маневрирования узких специалистов там, где они нужны, и стабилизировать кадровую ситуацию. Безусловно, у нас сдвиги и по привлечению кадров в районе. Это большое достижение. Но вообще с кадрами как обстоят дела? Если можно, совсем коротко, вот нам уже надо закругляться. Да, кадровая проблема не решена. И решать ее, конечно же, еще долго. Но здесь совместные усилия министерства, руководители учреждений, администрации, то, что предоставляет жилье, дают возможность привлекать со стороны, позволяет улучшать шаг за шагом эту ситуацию. Но работа еще предстоит большая. Большое спасибо, Владислав Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Министерства здравоохранения Московской области Владислав Мерзонов. Оставайтесь на Щелковском. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»